Я постараюсь так скомпоновать Тема моей проповеди сегодня Когда имеет смысл твоя жизнь? Вы знаете, давайте мы сегодня вместе зададимся такими вопросами Я такие вопросы себе уже задавал Какие вопросы мы бы себе задали Перед ликом смерти Когда предстанем перед Богом Перед лицом Иисуса Христа И вы знаете Мне несколько раз в этой жизни приходилось умирать И когда я был неверующим еще И когда я уже уверовал И первый раз, когда я столкнулся с смертью И за пръв път, когда я сблъснах с смертью Моей сестры нету А она могла бы подтвердить Я работал на том заводе токарем Работих в един завод като токар Стругар Я был уже тогда бригадиром токарем Бях вече бригадир тогава Это было перед тем, как я поступил в медицинский институт Я работал на очень мощном станке И работах на една много мощная машина И мы там точили такие втулки И там стругах Струговых Идни такого металла Из которых потом делали такие опоры Для шахт Которые внутри шахты создавали мощную опору Это было в городе Караганда Караганда Это шахтерский город Караганда твое городе на Миньоре И это был экспериментальный станок И твое беше экспериментален Стройка Струг И на нем были, точнее, польский станок с экспериментальными втулками И твое беше польская машина с экспериментальными Втулки, зажимы, пневмозажимы Такие крепления втулки Ну то есть вот нажимаешь на кнопку и эти зажимы зажимаются И натискаш копчето и тези втулки се така стискат И там под большим оборотом вращается вот эта втулка И под много голяма мощность обороте се върти това нещо Внутри которой латунь специальная Внутри в него има латун И эту латунь мне надо было растачивать И трябваше да я стругаря Сложная такая терминология сегодня Ну, суть не в этом Суть в том, что барабан вращался на скорости 1400 оборотов в минуту И там, че тази машина се въртеше с много голяма мощность Это очень большой оборот Беше много голяма скорость И мне надо было завести резец И острябваше да в карам един резец Да, и растащить втулку изнутри Да направление, что вот вытри там Да, и в один момент я просто это заметил Что от вибрации этот резец он начал просто Он расфиксировался И в один момент видя хачил тази мощность Тази вибрации, тази втулка просто започна до отпада Да, и она зашла под эти зажимы Да, влези под тезис крепления Под эти вот три мощных зажима Под тезис три мощных крепления Каждый из которых весил 15 килограмм И произошел взрыв И станок взорвался И тази машина со взрыви На скорости 1400 оборотов в минуту Со скорость 4000 оборотов в минуту Потом было расследование И след това на проехал расследование Одна втулка сзади меня воткнулась в потолок И одна втулка зад меня влезла в таван Который был 15 метров высот Другая втулка улетела туда вперед Другая втулка улетела напред някори Зад машина И третья втулка улетела вниз И третья влезла надолу Там, где специальный щит собирается металлическую стружку Там, где один щит има за собирание на отпада Перед тем, как произошел взрыв То есть я увидел, что втулка заходит И там была такая красная кнопка на углу станка Которую можно было бы нажать Для срочной остановки И я потянулся вот к этой кнопке То есть я точно помню, что я тянулся к этой кнопке Но в какой-то момент Чья-то рука Взяла меня вот так за голову И резко отобинула меня вправо И вот эта втулка, которая взорвалась Она пролетела мимо того места, где только что была голова И когда я вот, ну вот, я стоял в такой позе И бях застанал в такава позе Когда произошел взрыв Когато се случи взрывот Я точно осознавал И осознавах А я тогда не верил в Бога Но я точно знал Точно знал Что кто-то меня спас Че някой ме спаси Кто-то здесь еще есть Някой има тук И я повернулся, но никого не было И я се убернах, обаче нямаше никой И вот тогда я задумался И тогава се замислих А я стоял перед лицом смерти Аз бях застанал пред лицето на смерти Когато пришла группа контролеров Они сказали Очень странно, что ты остался живой Потому что твоей головы не должно быть Защото главата ти не би трябало да има Твою голову должно было просто срезать Главата ти трябваше просто да се отреже И я вот тогда задумался И тогава се замислих Кто-то задал мне вопрос Някой ми зададе вопрос А в чем смысл твоей жизни В какво е смисла на твой живот Зачем ты живеш За какво живееш Я задал этот вопрос еще раз себе А действительно, в чем смысл моя жизнь Наистина, какъв е смисла на мой живот И вы знаете, я тогда И тогава Я тогда не смог себе ответить Не можах да си отговоря Я вдруг осознал Изведуше осознах Что вся моя жизнь Че целият ми живот Вся жизнь Когато бях на 22 години В ней не было никакого смысла В него нямаше никакъв смисъл Ну вот, никакого абсолютно Абсолютно никакъв смисъл Хочу попытаться на этот вопрос Немножко ответить Днес искам да се опитам Да отговоря малко на този въпрос Я бы сказал, что в моем представлении И бих казал, че в моя представа Я уже об этом проповедовал Может быть два или три раза Вече проповядовах за това нещо Два или три пути За всю свою проповедническую жизнь През целия си проповеднически живот А я проповедовам уже 30 лет Пок проповядовам вече от 30 години И вот за 30 лет И за тези 30 години Я давал такую тему Давах тази тема О том, что в моем представлении Това, което в моем представлении В Вселенной существуют Всего лишь две системы Всего лишь две системы И эта система Творца И система Творения Творец Творец Не имеет ни начала Няма нито начало И не имеет конца Нито края Он никогда не рождается Никога не се ражда И никогда не умирает И никога не умира Потому что Он Бог Он всемогущий. Он безначальный и бесконечный. И есть творение, которое когда-то было сотворено, и которому когда-то придет конец. У всякого творения есть начало, и у всякого творения есть конец. И Библия тоже об этом говорит. И знаете, с чего все начинается? Всегда. Возможно, Бог триллиарды раз сотворял Вселенную. И триллиарды раз она самоуничтожалась. По каким-то причинам. Вот данная Вселенная, в которой мы сегодня живем, она сейчас саморазрушается. По какой причине? По причине грехопадения. поради причината на грехопадение. Так говорит Слово Божье. Така казва Божьето Слово. В тот момент, когда человек согрешил, включили законы энтропии. Си пускат законите на энтропията. И Вселенная, которая была изначально предназначена. И Вселенная, когато некуда и была предназначена. За вечная жизнь. За вечный живот. С Творцом. С Твореца. Человек был сотворен. Человек был сотворен. Для вечной жизни с Творцом. За вечный живот с Творец. И он никогда не должен был умереть. И никого не би трябвало да умре. Но он был поставлен перед выбором. Обаче бил поставлен пред избора. от какого дерева кушать или продолжать есть от дерева жизни или хотя бы один раз попробовать от дерева познания добра и зла так или не так я ничего не придумываю и вот люди захотели один раз попробовать и все и включился закон энтропии все начало разрушаться человек был изгнан он начал стареть хотя изначально был предназначен за вечный живот и вы знаете две системы система творца и система творения еще одну такую мысль я дам которую я тоже периодически говорю о ней за която понякога говоря многие люди верят в систему творения много хора верят в система на творението почему они верят в то что например зодиак работает защото верят что например зодиите работят что кто-то тигр что някой е цигар кто-то козел кто-то обезьяна а кто-то дракон кто-то близнец кто-то стрелец кто-то лев ну и так далее и так далее и так далее мы понимаем о чем идет речь разбираем за какого става дума почему по Библии это называется чем-то оккультным оккультным это значит залезть через окно оккультно значит да влезешь през прозорица да влезешь в небесното царство по заобеколен пот помедитировать немножко да си помедитираш малко да излетишь на горе в медитации в нирване в медитации или в нирване Иисус говорит что с такими людьми будет Иисус сказава какво още се случило с такими хорами зайду и посмотрю и кто-то там реально будет сидеть не в брачной одежде и някой наистина там ще в небрачной дрехи и ще кажу на своите ангели просто возьмите их и выбросите вон во тьму внешнюю там где будет плач и скрежет зубок насколько страшно верить в то что ты сотворен и что у тебя когда нибудь рано или поздно настанет конец и что ты живешь по какой-то карме и твоя карма она уже расписана предназначена ты живешь по какому-то зодиаку то есть человек сам себя буквально обрек и человек сам себя обреча человек говорит я буду жить по зодиаку потому что я такая-то такая-то зоди и что он говорит он говорит значит у меня есть начало у меня есть карма и рано или поздно придет такой или такой конец понимаете о чем я говорю и подписывает этим самым себе приговор и если подписываю по този начин приговор я творение у меня есть определенная судьба и рано или поздно эта судьба закончится и рано или кысно тази судьбашьи приключи значит что сделал Бог через Иисуса Христа он проложил нам мост той прикарва един мост он проложил нам путь это путь узкий но он позволяет нам выйти из системы творения и войти навечно в систему творца в систему творца где нет начала и где нет смерти где нет болезни где никто не выйдет потому что ее там нет Бог обещает вечную жизнь и Господь обещала вечен живот и в этом нет никаких сомнений это четко прописано в Евангелието для нас христиан зодиите не существуют разбирате ли когда ты начинаешь верить в зодиак ты подписываешь себе смертный приговор запомните когда ты веришь в Иисус Христа зодиак навсегда остается в прошлом выброси его через свой хребет и больше не вспоминай никогда не вспомним за него потому что это проклятие это путь проклятие только во Христе Иисусе мы получаем полное освобождение от любого проклятия вы хотите об этом прочитать сегодня давайте мы вместе откроем Евангелие от Иоанна Евангелие от Иоанна 16 глава с 22 стиха что Иисус Христос нам обещает на проекторе вы можете смотреть перевод так и вы теперь имеете печаль мы сегодня кто-то из вас имеет печаль сегодня и эту печаль можно понять и тази скрип можем да и разберем у кого-то дома идет война кто-то реально погиб кто-то пострадал скорбь има скрип но Иисус говорит но я увижу вас опять и возрадуется сердце ваше и радости ваше никто не отнимет у вас и в тот день вы не спросите меня ни о чем истинно истинно говорю вам о чем не попросите отца во имя мое даст вам да ныне вы ничего не просили во имя мое просите и получите чтобы радость ваша была совершенной доселе я говорил вам притчами но наступает время когда уже не буду говорить вам притчами но прямо возвещу вам об отце в тот день будете просить во имя мое не говорю вам что я буду просить отца о вас ибо сам отец любит вас потому что вы возлюбили меня и уверовали что я ишел от Бога я ишел от отца и пришел в мир смотрите Иисус пришел от отца в мир И опять оставляю мир и иду к Отцу. Ученики Его сказали Ему, вот теперь Ты прямо говоришь, и притчи не говоришь никакой. Теперь видим, что Ты знаешь все и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал Тебя. Посему веруем, что Ты от Бога ишел. Иисус отвечал им, теперь веруете. Вот наступает час, и настал уже, что Вы рассеетесь каждый в свою сторону, и Меня оставите одного. Но Я не один, потому что Отец со Мной. Все сказали Я Вам, чтобы Вы имели во Мне мир, во Мне мир, во Христе Иисусе. Мир только во Христе Иисусе. Совершенный мир, который нас тоже никто не сможет отнять. В мире, смотрите, что говорит Иисус Христос, в мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, Я победил мир. Можно сказать на это Аминь? В мире будете иметь скорбь. Вы всвятожите, и мать и скорбь. Но мужайтесь, Я победил мир. Христос победил? Христос победитель. И Вы знаете, у кого-то сегодня скорбь. И Вы знаете, кто-то когда-то сказал, Я верую в Иисус Христа. И вот через это место Иисус Христос говорит, Ты веруешь. Придет время, когда придут такие испытания. Что Ты побежишь от меня от десятой дороги. Но когда придет самая страшная скорбь в Твоей жизни. Вспомни про мои обещания. Вернись ко мне. Вернись ко мне. И стань истинно верующий. И стани истински верующий. Потому что мир. Защото святы. Только во Христе Иисус. Мирът е само в Иисус Христос. Мы, может быть, до конца даже не понимаем. И, может быть, даже няма да разберем до края. Что есть вера наша. Какво е наша вера. Давайте мы откроем еще одно место. И неко утворим еще одно место. И оно написано в первом послании от Иоанна. В первом послании от Иоанна. Первое послание от Иоанна. Пятая глава. Пятая глава. И здесь очень хороший момент написан. Всякий верующий, что Иисус Христос, первого стиха. От Бога рожденный. Всякий, любящий родившего, любит рожденного от Него. То есть, любящий родившего. Бог родил. Иисус Христа. Любит и рожденного. И мы, поэтому, если мы любим Бога, то мы, соответственно, любим Иисуса. Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, что любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Смотрите, не все любят Бога. Можно говорить, что я люблю Бога. Но если ты Его заповеди не соблюдаешь, то твоя любовь, она ничто. Ибо это есть любовь к Богу. Потому, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжкие. Почему они не тяжкие? Потому, что мы их исполняем силой Святого Духа. Потому, что у нас есть разум Христов. Потому, что мы познали, что есть воля благая, угодная, совершенная. Потому, что мы исполняем Его заповеди. Потому, что кто-то живет в нас. И как апостол Павел писал, уже не я живу. Но живет во мне Иисус Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верой. А кто живет в плоти, то живет через веру. Дальше. Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир. Вера наша. Смотрите, как можно стать частью системы Творца. Как можем достанем часть от системы Творца. Есть только один способ. И мы сам уединяем. Это вера. Твоя вера-то. Это просто кому-то довериться. Просто досидуверим на некого. Тому, кто пришел в этот мир. На този, кой ты душил в този свят. И сказал все свои истины. И сказал всички теси истины. И дал для этого силу. И дал за това силу. Дал для этого мудрость. Дал за това мудрость. Дал для этого все необходимое. Всичку необходимую. Чтобы мы могли жить по новой заповеди. Заповеди на Новый Завет. Благодаря Иисус Христу. Благодарение на Иисус Христос. Как апостол Павел в Римлян нам пишет. Как то апостол Павел пишет во Римляне. Вот хочу делать хорошее. И иском до правя добро. И не делаю. И не правя. Не хочу делать плохое. Не иском до вершелошу. И делаю. И вершел. Горе мне. Горкоми. Пропал я. Пропад нах. Кто мне может помочь? Кой может мне помогать? Благодарю. Каз вам благодаря. Господом Богом моим Иисусом Христос. На Господь мой Иисус Христос. Ныне я спасен, правда? Мы исполняем заповеди Божьи. Мы исполняем заповеди на Господь. Благодаря тому, что Иисус Христос живет в нас. И мы доверили Ему своей жизни. Только поэтому. Сами мы ничего не можем. Мы не можем исполнять Божьи заповеди. Мы не можем делать ничего хорошего. Не можем да вычтим ни что добро. И знаете, я еще раз повторю эту мысль. И еще видно, что повторяю тази мысль. Почаще задавайте себе такой вопрос. За какво живу. В чем смысл моя жизнь. Когда моя жизнь имеет смысл. И вы знаете, когда ты живешь вне Бога. И когда ты не веришь Иисус Христос. И когда ты не веришь в Иисус Христос. Твоя жизнь действительно не имеет никакого смысла. Почему? Потому что ты останешься в системе творения. А это система. Рано или поздно она закончится. Земля со всеми делами ее сгорит. И об этом не останется никаких воспоминаний. В том числе, если ты исповедуешь, что ты являешься частью творения. Никакого смысла нет. В жизни человека, который живет вне системы творца. Как и притча говорит. И сказал безумец в сердце своем. Нет Бога. Атеизм. Это форма безумия. Полного безумия. Итак, к чему мы приходим? Вы хотите быть в системе творца? Искате ли да сте в системата на твореца? Знаете, вот, я опять же, вот, задаю с таким вопросом. Яз отново си задавам този вопрос. Что будет лично со мной, когда вот я предстану перед Иисусом? Какво ще стане лично с мен, когато застана пред Иисус? А это может быть сегодня. Това може да е и днес. Это може да е и утре. Никто не знает, как да умрет. Никой не знает, кога ще умре. И вот ты предстал. И ти заставаш. И Иисус спрашивает. И Иисус те пита. Для чего живешь, брат? За какво живеешь, брат? Для чего живешь, сестра? За какво живеешь, сестро? И что ты му ответишь? И какво ще му отговориш? И еще Иисус Христос задаст тебе такой вопрос. И Иисус Христос ще ти заде друг вопрос. Насколько ты мне доверял? Колко си ми доверял? Насколько ты мне верил? Колко си ми вярвал? Насколько ты мне позволял жить в тебе и через тебя? Колко си ми позволял да живее в теб? Насколько я мог через тебя сделать? И если Иисус Христос не получит утвердительный ответ, и ты не сможешь ему ничего ответить, и скажешь Иисус, аз не успел. Я был слишком занят. Меня отвлекали какие-то другие посторонние вещи. И признаешь себя честно. Что этим самым ты признаешь, что всю свою жизнь ты любил грех больше Иисус Христа. Если тебе было нет до Христа, значит что-то ты любил больше. Понимаете, да? Как нашему сыну подарили Библию, и там подписали. Или это книга. Или тази книга навсегда отдели тебя от греха. Или грех. Навсегда освободи тебя от этой книги. Библия имеет такую способность. Слово Божие имеет такую способность. В начале было Слово. В начале было Слово. И Слово было у Бога. И Слово было Бог. И Слово было Бог. И Тази удивительна сущность Иисус Христа. Его ипостас. Неговата ипостас. Он есть Божие Слово. То и Божие это Слово. И все началось. И всичко започвало. Через кого? Через кого? Все началось через Иисус Христа. Започвало от Иисус Христос. Потому что Бог сказал. За чтото Бог казва. И сделалось. И се извършва. Повелел. То и повелява. И исполнил. И се исполнява. Это написано в 38-м псалм. Така пишу в 38-м псалм. Бож сказал свет. И бог казва светлина. И така не стана. И все посредством. Написано. Все видимое и невидимое. Бог сотвори посредством Слово Своего. Иисус Христос есть Слово. Все видимое началось через Него. И все через Него закончится. И всичко через Него приключва. Он есть наш адвокат. И он есть также наш Судья. Но он пришел не для того, чтобы судить. Он пришел для того, чтобы спасти нас. Его милость превозносится на суд. Аллилуйя, слава наше Господь. И вы знаете, все имеет смысл. Даже твоя смерть, как христианин, она имеет большой смысл. И Библия доказывает, что мы будем смотреть на конец. Кто как закончил. Вы знаете, даже важно умереть как? С каким сердцем ты умрешь? Будет ли твое сердце принадлежать Господу? Будешь ли ты любить? Я расскажу одну реальную историю. Один проповедник жил. Где-то в Аргентине. И он был очень горячим проповедником. Тоже его показали по телевидению. И он уже всех, честно говоря, достал. И то на всички им писал от него. Святая жизнь. Свят живот. Ненависть ко греху. Умразокам греха. Бог ненавидит грех. Бог мразит греха. Вот нас надо жить праведной жизни. Треба доживеем праведен живот. И мир его ненавидел. И святы го мрази. Как то Иисус Христоса го мразили. И в один раз его заказали. Узнаете, как легко оказывается нанять киллера. Ну, всего лишь каких-нибудь. Это может быть тысячи евро. А это может быть пять тысяч евро. Может быть пять тысяч евро. Но я хочу сказать, что за жизнь человека. Это ничтожная цена. Потому что жизнь человека, она бесценна. И вот кому-то заплатили деньги. И киллер пришел. Он подловил, конечно, этого проповедника. Хорошо его избил. Чтобы дать понять, что намерения серьезные. Бросил его на землю. Хвырля го на земята. На колени. И говорит, ну теперь молись. И казва, сега се моли. Достал пушку. И извади пушката. Прикрутил глушитель. Подготвил. И приставил к затылку. И го насочи към главата. Тебе осталась одна минута. И казва, оставайте една минута. Вот поставьте себя на это место. Поставите себя на него в это место. Что бы вы подумали. О чем бы вы молились. Что происходило бы в вашем сердце. Тоже есть смысл. Как умереть. И проповедник подумал тогда. И проповедника себе помыслил тогда. Он точно знал, что сейчас его убьют. Потому что он почувствовал, что убийца имел самые серьезные намерения. Минута истекала. И он начал молиться. И той започвил да се моля. Потому что он понимал, что он сейчас умрет. За что-то разбирал, что сега ще умре. Он успел покаяться в своих грехах. Успел да се покая в греховете си. И потом вдруг к нему пришло. И след това изведнъж ему дойде. Сильное желание. Много силно желание. Молиться за своего палача. За своего убийцу. И он начал за него молиться. Он благословил его. Его семью. Его дом. Его детей. И говорит, вдруг он ощутил, что ему как-то хорошо становится. И казалось, что изведнъж усетил, что ему стало добре. Как-то уже не страшно умирать. И он так молился, молился. И той се моли, и се моли. А вы знаете, я служил в страшных войсках. Пока служих в страшни войски. Я знаю этот феномен. И познавам този феномен. Когда приставляешь ствол в голове. Когато притискаш пистолета до главата. И потом, если его аккуратно убрать. И ако леко го махнеш. Ощущение у человека еще останется, что ствол еще приставлен. Усещанието на човека ще остане, че пистолет е още до главата. И проповедник молится. И проповедника се моли. И понимаешь, что минута уже прошла. И разбира, че вече и мина една минута. А выстрела нет. Пак няма истрел. И он осторожно открывает глаза. И той леко се отварил очите. Обръща се. А убийца убежал. Он просто убежал. И знаете ли защо? Но я не могу ответить на этот вопрос. Я могу предположить. Мисля, че молитва го докоснула. Потому что я был на этом месте. Я был в спецподразделение. Бях на местото на спецподразделение. И меня учили убивать. И мен ме учиха, как да убивам. И поэтому навык у меня такие есть. Я подумал, что если бы я убивал. А за меня бы молились. И проявляли любовь ко мне. И проявили любовь ко мне. Я бы не смог убить. Аз не бих могил да убия. У меня бы рука не поднялась. Просто рука-то меня может помрати. И я бы тоже убежал бы. И этот киллер убежал. Ну, киллер мог и нажать кнопку. Ну, я верю в то, что эта любовь. Ой, это. Да, любовь. Она просто произвела такое бы действие. Он бачи вярумчи, тази любовь просто произведет действие. Что эта жизнь киллера, она бы не осталась прежней. И эта смерть была бы не напрасна. Потому что этот христианин умер бы в любви. Ты, като този христианин, би умрял в любовь. Да, как и в 13 главе Коринфянам написано. Как то, в 13 главе Коринфянам написано. Что без любви ничего не имеет смысла. Даже твоя вера не имеет никакого смысла. Без любви. Вера действующая любовь. Вот только эта вера имеет смысл. Потому что Бог есть любовь. И что Он хочет напоследок сделать. В твоей жизни. В крайне животати. Так это любить. Это убить. Любить твоих врагов. Да обича враговете ти. Кого ты считаешь своими врагами. Тези, които смяташ за враговете си. Исус Христос так же поступил. Исус Христос поступил по същия начин. Проклинал ли Он своих врагов? Дали проклинал враговете си? Нет, Он их благословлял. Той ги я благославил. Говорил, прости Господи. И казал, прости им Господи. Те не знаят какво вършат. Посмотрите, о чем я сегодня проповеду. И погледнете за какво проповедам днес. Кога имеет смысл наша жизнь. Кога нашия живот има смисъл. Само тогава, когато се намираме в вера. Только тогда, когато се намираме в Христос. И днес не можем да се оправдаем. Или да зададем на Господ следните въпроси. Господь, почему эта война? Господи, за что тази война я има? Для Бога не важно. На чьей ты стороне? На той или на другой стороне? На една ты или на друга-то. Убивал ли ты кого-то или не убивал? Что имеет значение для Бога? Какво има значение за Господь? Что имеет значение для Бога? Какво има значение? Задайте сегодня этим вопросом. Я немножко прочитаю дальше. Первое послание от Иоанна, пятая глава. С третьего стиха. Ибо это есть любовь к Богу, что мы соблюдаем заповеди Его, и заповеди Его не тяжкие. Ибо всякий, разденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера наша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий. Смотрите, кто побеждает мир? Только тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий. Все есть Иисус Христос, пришедший водой и кровью и Духом, не водой только, но водой и кровью. И Дух свидетельствует о Нем, потому что Дух есть Истина. И чуть-чуть дальше я прочитаю. Верующий в Сына Божий имеет свидетельство в самом себе. Неверующий в Богу представляет Его лживым. Самый страшный грех какой? Най страшный грех какой? Единственный грех. Дух Святой придет и обличит о грехе. Это слова Иисуса Христа. Что не уверовали в меня? Бог подал руку. Бог проложил мост. Бог проложил путь. А кто-то сказал? Мне это не надо. Я не хочу. Я хочу здесь остаться. Мне здесь хорошо. Мне и во грехах не плохо. Понимаете, да? И все. И конец. Твое крае. И это единственный грех. И твое единственное грех. За который потом человек даст отчет перед Богом. За кой-то у человека след твое, что се учи да пред Господом. И Господь же скажет, и не сип уверовал. И все. И твое. Все остальное не имеет никакого смысла. Ничто другу няма значение. Ничто тебя больше не оправдает. Ничто няма, да может, да ты оправдает. Никакие добрые дела. Никакие добрые дела. Не то, что ты стал каким-то великим деятелем. Если ты не веруешь в Иисус Христа, Ты ничто и никто. И жизнь твоя не имеет никакого смысла. Можете сказать на это аминь? И вы понимаете, почему это аминь сегодня? Потому что Бог проложил путь. И Бог со своей стороны сделал абсолютно все, чтобы любой человек, призвавший имя Господне, был спасен и стал частью системы Творца. Где ни начало, ни конца. И смерти уже не будет. Ни болезни уже не будет. И Бог отрет слезу с очей твоей. Аллилуйя. И вы знаете, еще что очень важно. С 13 стиха. Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия. Дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему. Что когда просим, чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, знаем и то, что получаем, просим мы от Него. Если кто видит брата своего согрешающим грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь, то есть согрешающим грехом не к смерти. Есть грех смерти. Не о том говорю, чтобы он молился. Сразу скажу, что это грех хулы на Святого Духа. Всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти. Мы знаем, что всякий, разденный от Бога, не грешит, но разденный от Бога хранит себя и лукаво не прикасается к Нему. Мы знаем, что мы от Бога, что весь мир лежит во зле. Знаем также, что Сын Божий пришел и дал на свет. И разум допознаем Бога истинного и добудем в истинном Сыне Его, Иисус Христе, сей есть истинный Бог и жизнь вечная. Иисус Христос есть истинный Бог и жизнь вечная. Но, вы знаете, мы что-то тоже должны со своей стороны делать. Очень важно хранить себя. Хранить себя от власти греха. Именно для этого Иисус Христос пришел. Именно для этого Он умер. Написано, Иисус Христос умер за грехи наши и воскрес в наше оправдание. Вы помните, когда одну блудницу взяли, и хотели побить ее камнями. И мы помним, что фарисеи и законники хвырлили камни тиси и сетрыгнули. А Иисус Христос спрашивает где твои обвинители. Что она сказала? Их нет, они ушли. Иисус Христос говорит, и я не осуждаю тебя. И что Он потом сказал? Может, Он сказал, иди дальше, греши. Я буду каждый раз приходить и спасать тебе оправданную. Иисус сказал такую фразу. Иди, и впредь не греши больше. Понимаете? И впредь больше не греши. Вы знаете, у нас в Алматы церковь Агапе, я помню. В Алматы им Ахмед церковь Агапе. И они рассказывали. И те рассказывали. Они создали команду, что создали един экип, которая ездила по злачным местам, где стояли профессиональные проститутки. И проповедовали им. И предлагали им обучение. И са им предлагали обучение. Трудоустройство. Заканчивайте это делать. И казали им, приключивайте с тази работа. Вам что? Это нравится? Харесвали ви твое? Ну разве это жизнь вообще? Да ли твое живот изообщества? И вы знаете, что им проститутки отвечают? И они говорят, но мы больше ничего не умеем делать. Нас не научили. Не са не научили на нищо другое. Най-често са от детските домове, которые не успели трудоустроиться, и сразу взяли вот в этот бизнес, в этот оборот. И однага са ги захванали в този бизнес. Страшный бизнес, правда? Това е страшный бизнес. Еще маленьких девочек, още малки момиченца, отправили на панель, ги пращат на магистралата, чтобы для кого-то зарабатывать деньги. Да искарват пари за някого. И кто-то из них согласился. Кто-то из них обучился на швию. Някои от них са се обучили да бъдат швачки. На такие простые профессии. Такие простые профессии. И через какое-то время они были трудоустроены. И след няколко время са намерили работа. Но знаете, большинство отказалось. Обаче повечето са отказали. Потому что они так привыкли. За что-то така са свикнали. Те вече не си представили друг живот. Вот сделал дело, получил деньги. Направих нечто, получих пари, процент. Я думаю, что для той блудницы, которой сказал Иисус Христос, не греши. Я думаю, что это были очень странные слова. Как да не греша? Как жить теперь? Я больше ничего не умею. Перестать жить, что ли? Пойти и умереть. Ну, примерно так. Знаете, теологи предполагают, что это была Мария Магдалена. Она была в прошлом блудницей, из которой Иисус Христос отзнал семь духов. Но потом она стала Его ученицей. Верная последовательница. То есть Иисус Христос научил ее жить святой жизнью. Вы верите в это? Верите ли в Тува? Я вот в это верю. А с вермом? Потому что так написано. За что тут такая пища? Мария Магдалена была блудницей. Профессионально блудницей. Профессионально. И потом стала святой. И это не просто слова. И Тува не саму думает. Она не просто сказала, ну вот я теперь, я остаюсь проституткой. Но Бог назвал меня святой, и поэтому я святая. Написано, блудники Царства Божьей не наследуют. Надо это оставить. И трябва да го оставим. Надо оставить. Трябва да оставим този блуд. И тогда Бог будит тебя. И не хотят исцелиться, и не хотят обратиться, чтобы я исцелил их. Говорит Писание. И не искат да се обърнат, за да ги исцеля. Просто раз я говорил, потому что покаяние это обращение. Миналия път казвах, че покаянието е едно обращане. Люди часто получат исцеление. Хората много често получават исцеление. В момент глубокого покаяния. В момента на дълбоко покаяние. Обратились от греха. Обърнали си от греха. От мертвия к жизни. От мертвия живот. К вере в живого Бога. Към вера на живия Бог. И получили освещение. И получават освещение. В ком? В кого? В Христе Иисусе. В Иисус Христос. ОмИЛИ Сего Святой Крови. И стали частью Небесного Царство. В котором нет болезни. Нет болезни. И нет смерти. Вы знаете, что единственное, что отделяет нас от того мира? В котором нет болезни. В котором нет mutually. И в котором нет смерти. В котором нет начало и нет конца. В котором есть вечная жизнь. В котором има вечен живот. Какво ни помога Достанем часть. Именно освящение. Святость. В переводе отделение. В переводе значит отделение. Как ты можешь стать отделенным? Как можем достанем отделение? Кто тебя отделил? Кто дал тебе эту силу? Кто дал тебе эту власть? Кто дал тебе эту власть? Власть быть верующим. Дочерью Бога. Божьим Сыном. Право вводиться Духом Святым. До сего лишь от Святия Духа. Эту власть дал только наш Господь. Иисус Христос. Вот только в Нем. Только в Нем мы святые. Само в Него сме святи. Извън Него святости не существует. Это псевдо святость. Това е псевдо святость. Религиозно мертвая такая. Религиозно мертвая. Просто псевдо святость. Псевдо святость. По-другому не скажешь. Имеющий только вид благочестия. Когато имаме само вид на благочестие. Обаче се отрекли от силата Му. Фарисиите са били много красиви външи. Обаче вътрешността им была изгнила. Они сгнили изнутри. Те се изгнили от вътре. Слава нашему Иисусу. Слава на нашия Иисус. Я уже заканчиваю. Вече приключвам. Итак. Кога има смисъл твоя жизнь? Кога живота ти има смисъл? Кога живота ти има смисъл? Кога живота ти има смисъл? Кто-то уже смог ответить на этот вопрос сегодня? Я ответил. Аз си отговорих. Само в себе. На себе си. Моя жизнь не имеет смисъл? Живота ми има смисъл? Только тогда. Само тогава. Кога я живу? Когато аз живея? Во Христе Иисус. Во Иисус Христос. И когда я позволяю Ему. И когда я позволяю Ему. Да живея в Мен. И продолжать. И да продолжава. Творить свои дела. Да твори своите дела. Исполнять Его волю. Да исполнявам воля Та Му. Не моя воля. Не моята воля. Но Его воля да будет. Но Негова да бъде. И знаете. Очень четко будут последние два движения. И много яснище са последните две движения. Какие два движения? Кои движения? Одно движение будет говорить. Едното ще казва. Все будет хорошо. Всичко ще бъде наред. Вы все будете богатые. Всички ще сте бугатие. При успевающие. Успя ваще. После магической молитвы. След магической молитвы. Сразу же золото посыпется на ваше голову. Все проблемы из вашей жизни уйдут. И проблемы те веще си заминят. И вы будете продолжать грешить. И ще продолжавате да грешите. Но ничего страшного. У бачи няма страшно. Бог не накажет вас. Бог няма да ви накажет. Потому что Он вообще никого не накажет. За что-то той никого не наказыва. Так написано. Так опишет. Последние времена. Последние времена. Люди будут возненавидеть истину. Хората ще мразят истината. И по прихотям своим. И по своите желания. Будет искать себе учителей. Ще се търсят учителей. Которые льстили бы слух. Които да им ласкаят ухото. Знаете. Кто-то любит. Например. Наркотики. И някои обичат наркотики. Допинги какие-нибудь. Някакви допинги. Он рано или поздно. И рано или късно. Он найдет какого-нибудь учителя через интернет. Который где-то как-то покрывает. Които някак си покрива този грях. Вот. Вот он учител. Ето го истинския учител. Вот я нашел его. Намерил го. Вот брат хорошо говорит. Брата добре говори. Вот так сейчас происходит. И така се случва и сега. И второе движение. И второто движение. О том, что. Последние времена будут тяжкие. Което ще говори за това, че последните времена ще са тежки. И мы будем иметь скорб. И ще имаме скръп. Но Исус Христос. Обаче Исус Христос. Победил този свят. И в Исус Христос. Мы тоже победили. Победа победившая этот мир. Победата, която победила този свят. Есть вера наша. Това е нашата вера. Мы побеждаем только верой. Ни побеждаваме само чрез верата. Вот просто поверил. Само поверваме. Освещаваме се благодарение на Исус. И тут же получил победа. И изведнъж получаваме победата. Слава на нашия Господь. Аллилуйя. Последнее место, которое я хочу прочесть. Это написано у пророка Исаии. Шестая глава. С восьмого стиха. И услышал я голос Господа говорящего. Кого мне послать? И кто пойдет за нас? Для нас. И я сказал, вот я, пошли меня. И сказал он, пойди и скажи этому народу, слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите, ибо огрубилось сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, и да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. Вот такое слово у пророка Исаии. Два слова им еще пророк Исаия. Бог и сегодня ищет. Че Бог и днес търси. Знаете, как в человеческой истории есть такой феномен, как один философ ходил днем со днем, и кричал, ищу человека. И викал, търся человек. Вот с таким факелом. Ищу человека. Огън търся человек. Вот сегодня Бог ищет среди белого дня. И днес и Бог търси среди... Он ищет себе человека. Он ищет себе людей. Човек. Которые бы вполне... Доверили ему свои жизни. Да ему се доверят, да доверят живота си. И большинство его, к сожалению, не слышат. А по-убрилили сердца. И вроде бы и ушами слушают, но не слышат. И уши чуват с ушите си, обаче... И глазами смотрят, но не видят. Не чуват. И гледат с учител, обаче не виждат. Мы живем в такое время. Услышьте меня сегодня. Чуйте меня сегодня. Иисус сегодня призывает. Иисус сегодня призывает. Кого-то конкретно. Някой определен человек. Посвятить ему свою жизнь. Да посвятить живот си. Обратиться от мертва к жизни. Да се уберни от мертвия живот. Верив живого Бога. Кам вярта, кам живия Бог. Давайте мы коротко помолимся. Нека накратко се помолим. Вы знаете, я когда-то призывал к молитве посвящения. Нас някога призывавах к молитве за посвящение. Но потом я просто пережил когда-то. Бачи след това приживях. Что посвящение. Че посвящението. Это настолько интимный разговор. Това е толкова интимен разговор. И это происходит в тот момент, когда человек готов. И се слушал в момента, когато человек е готов. Но вот действительно готов. Наистина е готов. Я понимаю, что большинство из вас сегодня могут быть абсолютно неготовы. И я разбирам, че половичите от вас може да не са готови. Чтобы сказать да Иисус. За да кажат да на Иисус. И сказать Иисус, возьми меня. И да кажат, Господи, взими меня. Вот он я. Это моя жизнь. Это мой живот. Который без тебя не имеет никакого смысла. Което без тебе няма никакой смисъл. И только в тебе она приобретает это смисъл. И само в тебе има смисъл. Так возьми же ее. Взими го. И делай то, что ты хочешь. Прави това, което ти искаш. Господи. Возьми наши сердца. Взими сердцата ни. Может быть, кто-то сегодня не готов. Может быть, някой днес не е готов. Проговори этому сердцу. Подготовь это сердце. Дай просто пережить это. Дай ему да приживей това. Жизнь без тебя. Това, че живота без теб. Не имеет никакого смысла. Няма никакого смисъл. Ты есть путь. Ты есть истина. Истината. Ты есть жизнь. Ты си живота. Только через тебя мы приходим к Отцу. И само через тебя идвам и при Отца. Только через тебя мы входим в Освятая Святых. Освяти нас. И будем святы. И ние ще сме святи. Очисти нас и будем чисты. Акропи нас и с сопом. Свои драгоценные крови. Пороси не с святата си кров. И в этот момент. И в този момент. Когда мы исповедуем грехи наши. Когато исповедуем греховете си. Так написано. Така пише. Кровь Иисус Христа. Кровь Иисус Христа. Очищает нас. И причиства. От всякого греха. От всякий грех. Слава тебе всемогущий Бог. Аллилуйя. Аллилуйя. Аминь. Аминь. Давайте мы еще послушаем эту песню. Аминь. 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 Аминь.